За 15 лет существования жилищного кодекса в него внесли около 100 поправок. Одним из последних изменений закона стало закрепление правил проведения дистанционного голосования собственника жилья с помощью ГИС ЖКХ. Эта система также используется для информирования жильцов многоквартирных домов о проведении собраний. На голосование могут выноситься плановые вопросы или требующие быстрого решения, за исключением финансовых. Это значительно облегчает жизнь собственников при принятии решений на общем собрании, потому что, особенно в новых домах, уже более 50% собственников живут в интернете, пользуются услугами ГИС ЖКХ. Идея обсуждалась давно, но притворению ее в жизнь, безусловно, поспособствовала пандемия. Новый формат голосования позволит большему количеству жильцов принять участие в решении важных вопросов, касающихся общедомового имущества. Многим присутствовать на таких мероприятиях не позволяли уважительные причины – рабочий график или занятость вечерами. А потом оказывалось, что принято решение их не удовлетворяет. Собственники находятся в глубокой спячке, а потом, естественно, предъявляют претензии, что много они платят, не знают, за что платят, в коридорах плохо убирают, траву не постригают и так далее. Онлайн-голосование может длиться от трех до пяти дней. Уже через час после окончания ГИС ЖКХ сформирует и опубликует протокол. По мнению специалистов, такой формат упростит процедуру проведения собраний жильцов и позволит сделать процесс голосования более прозрачным. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Майков. Служба новостей Саров-24.